Книга к истинному православию. Автор Игнат Тихонич Лапкин. Я перехожу в Московскую Патриархию. Что есть Московская Патриархия? Ее происхождение? Кто создал ее с какой целью? Ответ. После лютых гонений эти же самые гонители, страшнейшие Нероны, Диоклатианы, Юлианы, чего ради вдруг решили ими же столько лет безжалостно уничтожаемую церковь легализовать? Если этими богоборцами была создана так называемая живая церковь, которой они благоволили, дабы через этих добровольных соглашателей и предателей уничтожить непокорившуюся им часть церкви, то куда вдруг исчезло все руководство, епископы, священники, этой блудницы, сидящей на багряном звере? Суть обновленчества не в обрядах, богослужении на русском языке, женатом епископате. Обновленчество – это животолюбие своего «я» до полного забвения заветов Христа, забвения того, что невозможно соединить служение Богу и миру. Обновленцы – явление не новое в истории церкви, но тогда по правилам церковным все стукачи с их сот и все сотрудничавшие с врагами церкви отлучались от причастия на 15-30 лет. Правила святого Григория Неокисарийского 262 год, простите. Основанная в 1943 году в Сталином Берии Московская Патриархия как карманная церковь для прославления богоборческого режима и тиранов вобрала в себя не только весь опыт обновленчества, но и всех принесших раскаяния, то есть перекрестившихся обновленцев, каким был и митрополит Сергий Строгородский, будущий первый сталинский патриарх. В Московской Патриархии есть самая настоящая обновленческая организация. Структура, но при прежних старых обрядах, при церковнославянском языке, неообновленческая, неживая церковь. Рукоположения поставления в епископы стали производиться по указанию безбожной мирской власти, что все эти назначения делает недействительными. «Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископу и в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним». Апостольское правило 30. Всякое избрание во епископа, или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. «Если который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним». Седьмой Вселенский Собор. Участие Московской Патриархии в экуменизме, «В этой всей ереси моление с еретиками извергает творящих такое из сана и из церкви». Из 719 действующих правил Соборов и Святых Отцов, регламентирующих жизнь в церкви, «Московская Патриархия сегодня 413 правил умышленно, повсеместно, ежедневно попираются, ставятся ни во что». Шестой Вселенский Собор, первое-второе правило. Церковь превратили в проходной двор, в ларек по продаже треб. Требования к духовному уровню, в кавычках, крестящихся, причащающихся, равны нулю. Мир и церковь неразличимы друг от друга. Эпитемии отсутствуют, оглашенные языки не выполняются. Для входа в церковь не требуется совершенно ничего. Вошел, вышел. Любой с улицы церковное здание церкви считает своим. Ситуация совершенно бесконтрольная. Мирская публичная церковь. Для того, чтобы стать членом секты, ислама, партии, что-то требуется сделать. Здесь же не нужно ничего. Только было бы желание перешагнуть порог церковный или вызвать на дом батюшку. Были бы деньги. Сравни. Книга Деяний. Ката, глава 13 стих. Из посторонних же никто не смел приставать к ним, а народ прославлял их. Сегодня кто посторонний для московской патриархии? К кому пристать? К как? Поэтому слова «я перехожу в московскую патриархию» не имеют смысла. Самая великая, роковая, смертельная ошибка, абсолютно неправильное вхождение в церковь, нет научения, длительного от трех до пяти лет оглашения. К церкви присоединяет Господь через личное уверование принятие Христа в свое сердце. Чуждающихся собрания одной церкви не принимать и в другой церкви, принявшей отлученных и сам добудет вне общения, как производящий замешательство в чине церковном. Любой приезжающий на новое место должен привозить с собой характеристику из церковной общины, откуда он прибыл. Даже нищие не имеют права поберушничать возле храма, пока церковь не выдаст им мирной грамоты, свидетельство того, что он действительно нуждается в помощи церкви. «Всем убогим и вспоможение требующим определили мы по удостоверении в их бедности ходить с мирными только церковными письмами, а не с представительными грамотами». Потому что представительные грамоты надлежит давать только лицам, находящимся под сомнением. 4-й Вселенский Собор, 11-е правило, Апостольское правило 41-е, Антиокийский Собор 25.7 «У священников с собой всегда должна быть ставленная представительная грамота. Освященному или причетнику не должно путешествовать и без правильной грамоты от епископа». Ладикийский Собор 41-е правило, Апостольское правило 33-е, 4-й Вселенский Собор 13-11, Апостольский 12, Карфагенский Собор 132-119, 6-й Вселенский Собор 17-е правило. А также у всех клириков должна быть правительная грамота. По каким признакам можно было бы назвать Московскую Патриархию сродной Первоапостольской Церкви? Святые апостолы, войдя в любой нынешний храм при богослужении, не спросили бы, а какой верой эти люди, что тут происходит, что творится. И никому дела нет, что входящие под своды ажурно-сложенных кирпичей ничегошенькие не понимают в действия самвона и алтаря. Все во внешнем четырежды запечатанное живое слово Бога живого, театральность. Покажи хотя бы на один взгляд служение апостола Павла и воскликни душа, сравнив с сегодняшней молотилкой в храмах, захлебнувшись слезами. Господи, да ведь здесь же нет ничего евангельского, тебя скрыли, разум сразили театральностью. Это же все без сравнения с евангельским служением бездушная византийшина, мишурность, подражение пышности тех дворцов. Это неохристианство, обрядоверчество. И переходить сюда никто не может, как нельзя переходить в магазин, в театр. Создана совершенно новая религия. Переход – это должно быть перерождение, коренное изменение. Как переходить можно туда, куда любое свободно входит и пользуется всем, что дается вопреки Писанию? Неемия, 10 глава, 28 по 39 стихи. Так, простите. Переход – это должно быть перерождение, коренное изменение. Как переходить можно туда, когда любой свободно входит и пользуется всем, что дается приступившему церковный порог? Любому. Купи крещение, купи любую требу, вопреки Писанию. Неемия, 10, 28, 39. Превратили Божий дом молитвы в вертеп разбойников. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Евангелие от Матфея, 21 глава, 12-13 стих. И идут люди не за Христом, а за инквизиторами, которые ласкательствуют им и позволяя грешить, продают индульгенции, таинство, все больше и больше, развращая народ, умащивая, в кавычках, благими намерениями их дорогу в ад. Желание людей, уходящих в московскую патриархию, идти не путем истины, а путем греховных желаний и прихоти своего «я», обманывающих самих себя и тешащих себя пустыми надеждами, неподкрепленными верой. И попустительство церковных служителей греху – основное зло и одна из причин обмерщения московской патриархии. «Остановись, душа! Остановись, душа! Расспроси о путях древних, о пути добром, чтобы идти по нему и найти покой, дабы не отверг тебя Господь». Прокоремия 6, 6 глава, 16 по 21 стихи. «Для спасения знающих истину Бог установил жесткую иерархию, подчиненность. Разрыв этой богоустановленной структуры смертельно опасен. Хотя вначале кажется, что отвергшийся отца свободен, волен делать, что хочет, бодриться». Евангелие, Луки, 15 глава, 11 по 32 стихи. «Но процесс разложения, гниения, гангрена совести раздувает самость, кастрирует мысль о выборе направления. Подчиненность, неразрывность была запрограммирована у Адама к Богу, у Евы к Адаму, у детей родителям, у Бога избранного народа Божия, у евреев и Иегове с его законом. В каждом из двенадцати колен Израиля сжатость в труде, земле, женитьбе – все в рамках колена с именем родоначальника Левия, Иосифа и т.д. У небесной иерархии все девять чинов действуют, неприходимо каждый в своем чине – ангелы, серафимы, начало и т.д. и везде запреты на выход из очерченного круга жизни и деятельности под страхом смерти анафемы. Прок Исайя, 14 глава, Иезекииля, 28 глава. Могло ли быть иначе в Новом Завете? «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» – Трофис Лангийцам 3,6. «Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно». 1 Коринфянам 12,8 глава, 18 и 28 стихи. Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стихи. И Колосянам, 3 глава, 20 по 22 стихи. Не случайно духовное родство возвышено над Плотским. Еврея, 12 глава, 7 по 13 стих. Когда Плотской отец наказывает сына, то у сына только один путь – покорность отцу и страх перед ним, извращение жизни, строя порядка, когда наказанного сына, сбежавшего от отца, примет усыновить сосед. Правило соборов, антихийское второе правило, имеет одну цель – соблюсти справедливость, не потворствовать дерзким и непокоривым, привести их к послушанию. Иного пути для спасения нет. Когда нет общины, а храм превращен в проходной двор, в улицу, когда священник совершенно не знает, кто, откуда, какой к ним пришел. По канонам же, в Святой Вселенской Православной Церкви, даже в одном городе, из одной церкви, храма, общины, от своего духовного отца никто не может, не вправе переходить по собственному желанию в другую церковь, в другой приход, обществ, общину. Иначе мог бы любой гордый, непокоривый, отлученный, запрещенный, согрешивший уходить произвольно к батюшке-любвисту, к более снисходительному, к грехам, экономисту. Так, существующая Московская Патриархия с ее полным обмерщением, развратом умов и искажением слова по тючеву, эта параллельная, в кавычках, церковь, структура под видом православия, где все дозволяется, втягивает в себя улицу, дает шанс, то есть обольщение, что и без исполнения правил вселенских и поместных соборов можно спастись. Продолжение следует.